Жан Кузен Старший И начал свою карьеру в родном городе С изучением витражной живописи Под руководством Жанна Гипа и Гроссо В то же время он изучал математику И опубликовал успешную книгу на эту тему В студенческие годы он также писал о геометрии Я пользуюсь переводной Википедии В 1530 году Кузен закончил витражи для соборов Санси Темой которых стала легенда о святом Евтропии Он также расписал окна многих благородных замков в городе и его окрестностях В 1530 году он отправился в Париж Где начал работать ювелиром Но количество видов его изделий из драгоценных металлов неизвестно В Париже Кузен продолжил свою карьеру художника-витражиста И создал свою самую известную работу Витражи для Сент-Шапель Винсенси Впоследствии он посвятил себя масляной живописи И считается первым французом Который использовал эту новую технику Картины приписываемые ему Находятся в нескольких крупных европейских коллекциях Но за исключением страшного суда Ни одна из них не считается подлинной Был иллюстратором Книг создал множество дизайнов для гравюр на дереве И часто выполнял их там Библия, опубликованная Ле Клерком в 1596 году А также метаморфозы и послания о виде В 1566 и 1571 году соответственно Содержат его наиболее известные работы как иллюстратора Кузен вытравил множество пластин в манере пармиджанина Которому приписывают изобретения Афорд Он также создавал скульптуры в том числе как считается В мавзолее адмирала Филиппа де Шабо В дополнение к своим ранним работам по математике Он опубликовал в 1560 году трактат о перспективе А в 1571 году работу по портретному живописи При жизни пользовался благословностью четырех королей Франции И работал на них Генриха II, Франциска II, Карла IX и Генриха III Умер Сенсе, но дата его смерти неизвестна Ну вот так вкратце о французском художнике, скульпторе, гравюре, резчике и геометре Известном как Жан Кузен Старш Пока-пока, до свидания, смотрим работу Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok